Дары волхвов Дары волхвов, золото, ладан и смирно, подаренные когда-то младенцу Иисусу. Это свидетельство того, что весь мир когда-то поклонился Ему, как спасителю человечества. Последние пять с половиной веков дары хранились на Афоне. Вот он момент, которого, наверное, стоило ждать сотни лет. Ковчег с дарами впервые покидает пределы Греции. Семь дней в Москве, четыре в Питере, потом в Минск и в Киев. Это Рождество обещает быть особенным. Вечером 6 января дары волхвов наконец-то прибыли на российскую землю. Они будут доступны для поклонения в Москве в храме Христа Спасителя. Слава тебе, Господи, за такое чудо, за то, за милосердие к нам, грешным. Будем молиться. Молиться будем. Здесь дары пробудут седьмого по тринадцатого января, а четырнадцатого января их перевезут в Санкт-Петербург. У российских христиан появился уникальный шанс прикоснуться к великой святыне. Это, конечно, подарок всем россиянам, но особенно женщинам. Даже не буду говорить о том, что этот шанс не стоит упускать. Верующие начали занимать очередь задолго до приземления самолета с дарами в аэропорту Внуково. К моменту прибытия к овчега с дарами, к храму Христа Спасителя, очередь из желающих поклониться им заполнила все прилегающие улицы. Для всей семьи я буду здоровья просить. Это самое главное. Чтобы никто в семье не болел. Благополучие нашей стране и нашим детям. Надеемся на помощь Божью и на дары волхвов. Дары волхвов – одна из ценнейших реликвий христианского мира. Ведь их сберегла сама Богородица. Эта святыня сохранилась до наших дней, и сегодня она способна творить чудеса. Христос Спаситель в полночь родился, Верте, петель, в дом он поселился. Дары волхвов находятся именно здесь, в монастыре святого Павла на Афоне. Увидеть их могут только паломники-мужчины. Женщинам сюда входа нет. Этому правилу тысяча лет. Без всяких исключений. Так что единственный шанс для женщины увидеть эту святыню – это когда она покидает стены монастыря. Единственная женщина, которая побывала на Афоне – сербская царица Мара. Именно она привезла сюда дары. Эта часовня на полпути от берега к монастырю отмечает как раз крайнюю точку, куда ступала ее нога. Мара была мачехой османского султана Магомета II, захватившего Константинополь пять с половиной веков назад. Она спасла дары волхвов от уничтожения, а потом передала их афонским монахам. В этом месте Мара услышала голос Богородицы, который ее остановил. Она услышала – остановись, дальше не иди. Тут женщинам вход запрещен. Тут я царица. И братья сюда пришла, вот в это место, и принесла, и со свечами, с кадилами встретили дары волхвов, вот эту святуню. И ее уже забрали. А царица Мара вернулась обратно на корабль. Первый из монастырской братья, кого видят паломники, – это отец Никандр. Он встречает всех у ворот монастыря. Его послушание, или другими словами, работа – это размещение паломников. На церковном языке должность называется архандаричный. Если говорить светским языком, он – директор гостиницы. Мои обязанности входит – встретить гостей, угостить их, расселить по комнатам, естественно, приготовить комнаты к приему гостей после того, как они уезжают к следующим гостям. Отцу Никандру 35, хотя выглядит моложе. Родом из религиозной семьи, уйти в монастырь решил еще подросткам. В 20 лет принял постриг. Сначала служил в Печорском монастыре под Псковом, а 8 лет назад приехал на Афон. Встреча паломников – особый ритуал. Здесь всех принимают радушно, как дорогих гостей. Приезжающих проводят в зал, куда выносят традиционное угощение – вода, стопка виноградной водки, цепуры и кусок лукума. Это связано с тем, что раньше ходили пешком по Афону. То есть машины недавно появились относительно. И поэтому паломников, когда встречают, вместе со стаканом воды, им еще предлагают маленькую стопочку узу. Это монастырская виноградная водка. И кусок лукума. Это помогает восстановить силы. Паломники записывают свои имена в специальную книгу и размещаются в гостевых кельях. Для того, чтобы здесь оказаться, они проделали нелегкий путь. Афон – гора монастырей. Их здесь 20. Попасть сюда можно только по специальному разрешению. Ведь Афон – это не совсем Греция, это своего рода монашеская республика, куда даже президент со своим уставом не ходит. Эта своеобразная виза называется «Диамони Тириан». В нем, кроме имени и фамилии, указывается вероисповедание человека. Хотя доступ на Афон открыт всем. Не только православным, но и католикам, и мусульманам, и буддистам. Правда, только мужчинам. Ближайший к Афону город – Уранополис. Два раза в день, в 8 утра и в час дня отсюда отправляется паром на Афон. Это что-то вроде водного автобуса, который следует со всеми остановками. То есть подходит ко всем монастырским пристаням. Билет стоит 7 евро. Но есть и аналог такси. В Уранополисе можно заказать катер прямо к нужной пристани за 150-200 евро. На большой земле еще действуют мирские различия – богатых и бедных. Начиная с монастырской пристани, они исчезают, кормят и селят здесь всех одинаково. Монастырь Святого Павла – один из самых дальних, прямо у подножья горы Афон. Здесь заканчиваются даже грунтовые дороги. Дальше расположены только скиты. До них можно добраться либо по морю, либо по тропинкам, пешком или на осликах. Высокие стены, аккуратные окошечки, келий, редкие балкончики. Основан монастырь в X веке Святым Павлом из Ксеропотама. Сегодня сооружение монастыря образует четырехугольник, окруженный высокими крепостными стенами. Только попадая сюда, на Афон, вдруг понимаешь, все, что упомянуто в Библии, это не мифы, не выдумки и сказки, а реальность. Вот они, дары волхвов. Их можно потрогать руками. Нет, конечно, трогать руками их нельзя. Но увидеть своими глазами чудо, пожалуйста. Дары волхвов – это то, что было подарено Иисусу на день рождения. Считается, что их хранила сама Матерь Божья. То, что они сохранились до наших дней, настоящее чудо. Для меня это священная история, понимаете? Стоит лишь подумать, что когда-то, более двух тысяч лет назад, эти дары были принесены самому Спасителю, самому Христу. Это же просто... Даже не хватает слов, просто чтобы описать, чтобы понять даже, какое великое событие тогда произошло. Подлинность этой реликвии не вызывает сомнений. Мы можем проследить весь их путь за все 2013 лет. Перед смертью Богородица передала дары волхвов в Иерусалимской церкви. В IV веке их перенесли в новую столицу Римской империи Константинополь. А после захвата города турками в XV веке дары попали на Афон. Дары волхвов – это золото Ладана Смирна. Золото представляет собой 28 небольших пластин разной формы – трапеция, четырехугольник, многоугольник. На каждый тончайший филигранный орнамент он ни разу не повторяется. Ладан – пахучая смола, а Смирна – благоухающий бальзам. Это небольшие, величиной с маслины, шарики, их около 70. Пластинки золота небольшого размера, сверху у каждой есть душка. Кажется, что они специально сделаны под детскую ладошку. Возможно, это были первые погремушки младенца Христа. Понимаете, эти дары находились в руках Матери Божией на протяжении ее жизни. С этими дарами она, скорее всего, не расставалась. И там, где была она, а она была там, где был Христос, поэтому эти дары и пребывали рядом со Спасителем. Поэтому то, что мы можем у Бога попросить, то мы и будем в молитвах произносить, подходя к этим дарам. Потому что, ну, как бы вам сказать, это личные вещи святого семейства. Закончилось вечернее богослужение. Монахи, приложившись к иконам, один за другим покидают храм. Отец Ефимий родом из России. Его послушание рассказывать паломникам о святынях, которые хранятся в монастыре. А вот он уходит в алтарь и, наконец, выносит тот ковчег, который все с таким нетерпением ждали. Они хранятся у нас все дары. Всего 28 пластин таких золотых украшений и 70 шариков ливана и смирны. Дары хранятся в разных ковчегах и только вот эта часть, которая находится в этом серебряном ковчеге, она выносится каждый день на поклонение. ПЕСНЯ 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 Один за другим паломники подходят к столу и прикладываются к святыням. И обязательно с молитвой, в которой открывают Богу самые заветные желания. Благодарю за то, что у меня есть. У меня недавно родился ребенок. Я приехал помолиться о болящем отце своем. Я как отец просил для своей семьи здоровья, благополучия на пятеро детей. Приезд даров в Россию беспрецедентная акция. До сих пор они ни разу не покидали Грецию. Непросто это дело вывести с Афона такую святыню. Дары волхвов даже сфотографировать-то впервые разрешили только в 2002 году. Это первый исторический случай вселенского масштаба. Мы 10 лет просили монастырь Святого Павла на это решиться. А затем уже после того, когда монастырь решился, еще полтора года заняли все согласования по учрению благословения Кенота правительства Святой Горы. Отец Никодим антипросып, то есть он представляет монастырь Святого Павла в Кеноте. Обычно решение по Монашеской республике принимает советы человек. Но вопрос о вывозе даров из ряда вон выходящий. Поэтому состав совета был в два раза больше. Чрезвычайный двойной собор состоит из 40 членов. Это 20 игуменов афонских монастырей и 20 представителей монастырей. Они единогласно положительно рассмотрели вопрос о выходе за пределы Греции этой священной реликвии. Сопровождать дары будут шесть монахов. Отец Иосаф один из них. Отче, сколько вам лет? 73. Пятьдесят из них он провел в монастыре. Долгое время был садовником, потом экономом монастыря. А последние шесть лет живет вне стен обители вот в этом домике на берегу пристани. Это особая привилегия. Ее надо заслужить. Обычно жить вне стен монастыря разрешают монахам, достигшим особой внутренней гармонии. Такое решение принимает собор монастыря. Это высший совет, который управляет монастырьскими делами. Этот его домик тоже келья. Послушание отца Иосафа поддерживать в порядке дом, часовню, пристани и монастырский сад. Кстати, самые вкусные апельсины в монастырской трапезной как раз из этого сада. Пока он будет отсутствовать, апельсинами будет заниматься его помощник. Отец Иосаф уже собирается в дорогу. В далекий путь отправится и сам игумен монастыря святого Павла, отец Парфений. Дары волхвов это великое сокровище. Они имеют очень длинную историю. Мы относимся к ним с благоговением. Все мы верим в их благодатную силу и видим чудеса, которые совершаются благодаря дарам. Он их не будет выпускать из своих рук. Он будет все время с ними. по всем городам и весям, по которым проедут эти дары, отец Парфений, настоятель монастыря святого Павла на Афоне будет рядом с ними. Вот этот ларец с дарами выставлен в храме Христа Спасителя. Его путь с Афона в Москву занял почти сутки. Дары Волхов отправляются в Россию тем же маршрутом, что и паломники, только в обратном направлении. Этот путь очень символичен. Три стихии по земле, по воде и по воздуху. На катере до большой земли, потом на машине до аэропорта Солоники, а оттуда частным рейсом в Москву. Поклонение святыне началось сразу же, как только она покинула Афон. И вот дары прибыли на российскую землю. Из аэропорта дары волхвов отправились прямиком в храм Христа Спасителя на ночное рождественское богослужение. Монастырь Святого Павла за пятнадцать минут до вечерней службы звонарь созывает братьев в храм. Он делает это трижды, а при приближении полуночи сначала извещает стук дерева по дереву, потом металла по металлу, и только потом вступают колокола. Это означает, что уже совсем скоро монастырские часы покажут полночь. Монастырь до сих пор живет по изантийскому времени. Это плавающее время. В сутках также 24 часа, но каждый новый день начинается не в 12 часов ночи, а в момент заката. Это значит, что полночь наступает каждый день в разное время. В тот день, когда мы снимали эти кадры, закат, а значит и новый день, наступил в 17.08 по греческому времени. В каждом монастыре своя полночь, потому что полуостров горный, и закат солнца в каждом монастыре происходит в свое время. Главная работа монахов это церковные службы, их минимум две в день, но из-за византийского времени они смещены и всегда начинаются в разное время. Всенышное бдение, к примеру, может быть в пять часов дня по европейскому времени, а заутреннее вообще в два часа ночи. хотя и русская и греческая церкви, православные, службы на Афоне и в России все же отличаются. Самое красивое отличие, если так можно выразиться, это раскачивающиеся в разные стороны светильники хорос и паникодила. Их полностью зажигают только по праздникам. В самом храме вдоль стен стоят особые скамейки стасидии. На них можно опереться или присесть. Ведь иногда служба длится по 6-7 часов. Из-за постоянных служб у монахов странный график жизни. Спят урывками и не всегда ночью. Кроме того, у каждого есть послушание, то есть работа, которую он должен выполнять. Кто-то работает в огороде, кто-то размещает паломников, кто-то печет хлеб. Вместе братья собираются только на службах и трапезах. Мясо в монастыре едят два раза в день. Мясо не едят совсем, но не из тех соображений, что вегетарианцы. Здесь считается, что мясо провоцирует плотские желания, а для монахов важно усмирять плоть. вегетарианцы. Существуют разные уровни поста. Самый строгий – полный отказ от пищи. В следующий уровень можно есть овощи, но только сырые. В некоторые дни можно есть рыбу, но чаще разрешены только морские гады, осьминоги и кальмары. Оказывается, с точки зрения поста, рыба и морские гады – это разные вещи. Зато практически всегда разрешено оливковое масло, а по воскресным дням и вино их монахи делают сами. В монастыре Святого Павла постоянно живут 40 монахов, и только половина из них греки, остальные интернациональная команда из России, Румынии, Англии, Италии и даже Америки. Послушание отца Игнатия в этом году работа в трапезной. Он прислуживает братьям и паломникам. Каждый год послушания, то есть рабочие обязанности монаха меняются. Отец Игнатий родом из Балтимора. Среднеамериканская семья, добропорядочные протестанты. Папа – полковник американской армии, участвовавший еще в открытии второго фронта мама-домохозяйка. И кто бы мог подумать, что преподаватель истории из Америки превратится в православного монаха с Афона. Я пришел однажды в православную церковь и увидел иконы, почувствовал запах ладана, услышал музыку. И это так впечатлило меня. Про Афон он узнал не сразу. Сначала поехал изучать православие в Европу, а когда в церковной лавке увидел открытки с фотографиями Афона, уже не сомневался, где хочет жить и молиться. Я не хочу и не хотел уходить. Я не собираюсь покидать Афон. Я знаю, зачем я здесь. Я хотел стать монахом. Он посетил все монастыри на Святой горе и выбрал именно этот. Через неделю вернулся в Америку, продал все имущество и снова купил билет в Грецию. Ехал с твердым намерением остаться здесь навсегда. Меня здесь вначале совсем не признавали. Никто не хотел принимать в монахи американца. Им эта идея не нравилась. Кроме того, моя семья не православной веры. Я не говорю по-гречески. То есть я на самом деле был чужим. Я чувствовал, что старые монахи относятся ко мне с предубеждением. Но это было частью моего испытания, как и то, что меня выгнали из монастыря. Не верили, что, наверное, что может человек из такой жизни сразу перейти в такую монашескую. Все-таки это не так просто. Отец Игнатий был уверен, что это недоразумение, его просто не так поняли. На Афон он приехал прямо перед Пасхой, весной. Пока было тепло, Игнатий жил в горных пещерах. От мечты он отказываться не собирался и решил взять настоятеля измором. Каждый вечер у монастырской стены кричало одно и то же «Монастырь святого святого Павла или смерть». Где-то какую-то пещеру он нашел и жил какое-то время и говорил, что не уеду или я умру, но не уеду. И увидели братья, искренне. В итоге отец-настоятель сжалился и разрешил ему остаться в монастыре послушником. Игнатий принял православие. Крестили его прямо здесь, в море. На фоне так принято. А через несколько лет американец принял острик. И вот уже 22 года живет в монастыре. Монастырь святого Павла православный, но для нас некоторые традиции выглядят непривычно. В монастыре кладбища нет. В нашем обычном понимании этого слова монахов хоронят по очереди, кладут в могилу на 2-3 года, после чего кости переносят в специальный склеп, который так и называется Косница. В монастыре святого Павла всего 11 могил. На Афоне нет земли, сплошные камни. Могилу приходится не копать, а долбить. Поэтому могила, если можно так выразиться, многоразового использования. Сейчас здесь всего одна свободная могила. так что как бы дико это ни звучало, лучше пока не умирать. Умершего хоронят не в гробу, а просто в монашеском облачении. Сверху тело прикрывают каменной плитой, потом засыпают землей. Через несколько лет кости извлекают из могилы и на некоторое время помещают в ящик рядом с могильным крестом. потом кости переносят сюда в козницу. В одном помещении хранятся сами кости, в другом черепа, на некоторых написаны имена и годы жизни монахов. В монастыре святого Павла более десятка святынь. Частица животворящего креста Господня, частица мощей Феодора Александрийской и великомученика Пантелеймона, чудотворная икона Зерцала. Она принадлежала блаженной Феодоре, жене императора иконоборца Феофила. Императрица прятала икону от мужа за зеркалом, отсюда и название. Когда он случайно обнаружил ее, то в ярости бросил в огонь, но икона чудесным образом не сгорела. Но, конечно, самая известная реликвия монастыря это дары волхвов. История даров начинается со дня рождения Иисуса Христа. Это было время переписи, назначенной римским императором Августом. По причине огромного стечения людей гостиницы в Вифлееме были переполнены. Иосифу и Марии пришлось остановиться в Хлеву. Спеленав младенца, Мария положила его в ясли. Почему именно в Хлеве родился Христос? То есть он показал свое смирение. Смиренное положение Христа как раз и заключено в том, что он родился в яслях, в хлеве, что ему поклонились простые люди, пастухи. поклониться младенцу Иисусу пришли мудрецы с Востока, волхвы. Церковное предание дали им имена Гаспар, Мельхиор и Волтасар. В Библии не указано точно, как на самом деле они выглядели. Сейчас волхвов принято изображать так. Считается так, что один из них был представитель Африки. Его изображают темнокожим. Другой был Азиат, желтый. А третий был бледнолицей из Европы. Как бы они символизировали весь мир, что весь мир поклонился Христу. Не только иудеи, но и представители других стран. Многие из них, многие считают, что это были цари из этих, из разных стран. Согласно апостолу Матфею, волхвы увидели в небе звезду и поняли, что она является знамением. Последовав за ее движением по небосводу, они прибыли в Иерусалим. Там они обратились к правителю этой страны Ироду с вопросом, где они могут увидеть только что родившегося царя иудейского, видимо, предположив, что он должен быть связан с ним родственными узами. Ирод встревожился этим известием, но вида не показал. Он ответил, что не знает о рождении царя, а при этом попросил сообщить ему, если их поиски венчаются успехом. Сказал так, чтобы и мне пойти поклониться ему. Путешественники покинули Иерусалим и последовали дальше за путеводной звездой, которая привела их в Вифлеем. Отсюда и название «Вифлеемская звезда». Там они нашли Марию с младенцем, поклонились ему и принесли дары – золото, ладан и смирну. Дары волхвов имели символический и пророческий смысл. Золото всегда преподносили царственным особам, смирна предназначалась для погребения умерших. Ладан использовался в богослужении. Так что золото предназначалось царю, ладан – богу, а смирна – человеку. После поднесения даров волхвам во сне было дано откровение. Они поняли, что к Ироду им возвращаться не стоит и отправились домой другой дорогой. Не дождавшись их, разгневанный Ирод устроил избиение младенцев, то есть приказал убить в Вифлееме всех младенцев мужского пола младше двух лет. Больше пяти веков дары волхвов не покидали стен монастыря святого Павла. Только в 1980 году святыню впервые разрешили вывести с Афона. Тогда она отправилась по городам Греции. С тех пор установилась традиция вывозить святыню под Рождество. При этом в местах, где она побывает, часто случаются чудеса. Особенно это касается, конечно, женщин, которые, к сожалению, не могут приехать на Афон, а тут им предоставится такая замечательная возможность посмотреть, прикоснуться, почувствовать благодать и спросить чудес от даров. И удивительно, но факт, об этом говорят в монастыре, больше чудес и исцеления от даров именно когда они выезжают с Афона. В прошлое Рождество дары привозили вот сюда, в церковь неподалеку от греческого города Агринеон. Это по местным меркам мегаполис, население 55 тысяч человек. Весть о прибытии даров распространилась молниеносно. И к дверям храма выстроилась очередь. Дары были здесь, на солей, на украшенном столике. Народ проходил, прикладывался, это продолжалось неделю. Мы предполагаем, что всего пришло около 8 тысяч человек. Брат отца Нектария монах. Его зовут отец Митрофан. Он эконом монастыря Святого Павла. Так что дары в каком-то смысле приехали сюда по блату. Когда мы выходим с ними из монастыря, каждое Рождество случаются чудеса. Так было и на этот раз. Для Анастасии Ангелии дары не просто реликвия. Она на себе испытала их целительную силу. После молитв у даров волхвов Анастасия вылечилась от тяжелой болезни. За год до своего 60-летия женщина начала слепнуть. Анализы показали наличие инфекции, но лечение не давало результата. Она обошла всех местных специалистов. Ее по очереди лечили лучшие врачи, но болезнь прогрессировала. За год Анастасия практически ослепла и уже даже не могла выйти из дома. Глаза начали болеть. Я пошла к первому врачу. Глаза были налиты кровью, были красные, очень красные. Врач назначил лечение, но оно не помогло. Первый доктор сказал, «Я не могу больше для вас ничего сделать». Тогда я пошла к другому врачу. Меня вел за руку муж, я уже ничего не видела. Так я поменяла четырех врачей. Ее муж Евангелос староста местной церковной общины. Когда узнала о приезде даров, тут же повел ее в церковь. Отец Митрофан выслушал, перекрестил ее и посоветовал взять святой воды и прикладывать ее глазам. Я закапывала воду в глаза. Меня охватила ужасная боль. Начала течь кровь из глаз. Я немного испугалась, но перекрестилась и говорю, «Христос мой, спаси меня, помоги мне». И потом снова закапывала во второй раз. И самой большей через час краснота спала. Три дня она чувствовала боль в глазах, а на четвертый день болезнь внезапно отступила. Анастасия проснулась абсолютно здоровой. До моей болезни я все время работала в очках. Но как только честные дары исцелили меня, мне стали не нужны очки. Я их выбросила и работаю без них. И вижу лучше, чем прежде. Пусть Бог поможет всем людям, чтобы они исцелились. Поразительная вещь. Она связана особенно с двумя праздниками. Рождество и Пасха. Какая-то неземная радость внутренняя наблюдается у очень многих людей. Мало того, я ее наблюдал и даже не христиан. И даже многочасовые очереди вряд ли смогут омрачить праздничное настроение верующих. Я думаю, что стояние в очереди это уже и будет их подготовка. Ведь когда был пояс по Святой Богородице, стояли по много часов. Это нужно было себя так настроить за эти часы. И можно было, и они так настраивали, что я думаю, что и получали благодаря этому великую благодать. чем больше человек претерпит, тем больше благодать он получает. Конечно, для того, чтобы прикоснуться к святой, нужно немножко потерпеть, я думаю. Волхвы те, кто завел моду делать рождественские подарки. и каждый раз в Рождество мы ждем подарка от Господа. Но часто забываем о другой традиции, готовности сделать подарок со своей стороны. Рождественская ночная служба закончена. Вернувшись домой, верующие зажигают свечи и ставят их перед иконой и на подоконник. Огонек горящей свечи в окне знак того, что в эту ночь они готовы принять у себя Богородицу и Новорожденного Спасителя. Редактор субтитров А.Семкин